Всем привет! Сегодня у нас снова воскресенье! Снова мы в Юрту Студия. Наверное, это у нас станет обыкновенным для нас. Мы думаем вернуться к обыкновенному, а кажется, что то, что мы имеем, уже становится обыкновенным. Сегодня у нас воскресная рубрика. Это та рубрика недели, когда я беру кого-то из ваших вопросов по поводу веры, Библии, Бог, ну, все духовные такие-то вопросы. И стараюсь на него, ну, в рамках своих каких-то возможностей, своих каких-то знаний, ответить на него. Поэтому сегодня, без дополнительных каких-то объяснений, воскресная рубрика. Вопрос, который сегодня прозвучал, или который я сегодня выделил для ответа, на самом деле два вопроса. Justice как-то относится к ношению оружия, и Justice что говорит Новый Завет, что говорит Библия по поводу самообороны, да? То есть, с одной стороны, как-то не очень понятно, что вроде Иисус говорит, что подставь другую щеку, но с другой стороны, Иоанн Креститель не говорил сотникам, которые пришли к нему солдатам, не говорил им, чтобы они бросили службу, но только чтобы они были довольны своим жалованием, то есть своей зарплатой, и не обижали никого. Также Петр не говорит Корнилию, Иисус не говорит сотнику, когда они встречаются с ним, что им нужно бросить службу, но наоборот, рассказывать им о вере. То есть, как нам вот в этом вопросе разобраться? На самом деле вопрос не из простых, и поэтому сегодня я бы хотел немножко вот как бы поразмышлять. Тут есть три основных составляющих, я хочу как бы выставить вам, как бы для размышления, поразмышлять вместе с вами над вот этими тремя составляющими этого вопроса. И также в конце, естественно, постараюсь подитожить мои собственные мнения по этому поводу, подчеркнуть, как я думаю правильно, но я не претендую на какой-то там однозначный ответ на это. Я думаю, что однозначного ответа на этот вопрос просто не может быть. То есть это из-за такой степени, что сложный на самом деле вопрос. Три составляющие, какие они? Первое из них – это насилие как проявление общества, как со стороны государства. То есть если есть легентимная власть, Бог в Библии говорит о том, что всякая власть от Бога, то есть есть легентимная власть и есть легентимное применение насилия со стороны власти. Это одна часть этого, ну, стороны, да, то есть одна часть этого вопроса. Вторая часть, конкретно о чем шел вопрос сегодня, это частная. То есть я не как представитель власти, а как представитель своей собственной жизни, да, то есть на частном моем уровне, имею ли я право использовать насилие для самообороны. И третья вещь, третья вещь – это любовь, да, то есть мы знаем, что все законы пророка висит на двух заповедях. Первый из них – это возлюбить Бога, второй из них – это возлюбить ближнего. И мы будем рассматривать как раз вопрос именно в контексте любви. Поэтому первый вопрос – легентимная власть, власть от Бога и участие христиан в земная власть, так скажем, да, то есть в том, чтобы не носить оружие именно в контексте вот земной власти. Здесь очень нужно понять разницу между Старым и Новым Заветом. В Старом Завете Бог конкретно устанавливал физическое царство, царство Израиля, которое имело конкретные обозначенные территориальные границы, которое имело конкретно этническое, как бы сказать, характер, то есть было конкретное определенное государство, которое называлось, там, грубо говоря, царство Бога на земле, да, представительство Бога на земле. Вот. Новый Завет тем не отличается от Старого Завета, что у него нет границ, да, то есть это царство, которое должно в своих обятиях принять весь мир, в которое все человечество должно войти. Это царство умов и сердец людей, это царство душ и дух человеческих, да, то есть это царство Божие над всеми человеками, да, где все представители всех народов языков предстанут перед Богом, независимо от национальной принадлежности или государственной принадлежности, да, и будут прославлять Бога. И литмусовая проверка, проверка на том, если ты находишься в царстве Христа или нет, это один из них, по крайней мере, это то, что Иисус говорил перед Понтией Пилатом, да. Пилат ему задает вопрос, ты царь? Потому что евреи ждали. Евреи, они были в ожидании Мессии, в ожидании того, что придет Иисус и возглавит нацию Израиля, то есть станет как земной царь, как император, как военачальник, как воевод, и восторжествует против оккупанта, да, то есть сделает военный переворот. Они этого ожидали. И с одной стороны, римская власть в тот момент судила Христа именно с этой подачей, да. Этот человек себя называет царем, он не может быть, всякий человек, который ему поможет, не может быть другом Цезара, да, то есть если ты его отпустишь, ты поддерживаешь мятеж и бунт. И поэтому Пилат спрашивает у Христа, ты царь? Да, то есть Иисус говорит, царство мое не от мира всего. И проверка, если ты на самом деле понимаешь это или нет, это в следующих словах. Царство мое не от мира всего. Если было бы иначе, то мои ученики бы воевали за меня, говорит Христос. Когда Петр старается это сделать, когда Петр берет в руки свой меч, чтобы защитить Христа, или прообразно говоря, чтобы защитить Царство Небесное, дело Христовое, проповедь Иисуса, так далее, так далее, Петр берет в руки свой меч, чтобы поразить тех людей, которые пришли забрать Христа. Иисус говорит Петру, Петр убери свой меч, кто мечом живет, от меча и погибнет. Мы здесь имеем такое понимание, что, несмотря на то, что земная власть от Бога, то есть есть так называемая общая благодать, что нужна полиция, нужна армия для самообороны. Павел пишет послание к римлянам, что тот, который несет меч, не несет его напрасно, является слуга Господа, чтобы вознаградить тех, которые делают добро, и наказать мечом тех, которые делают зло. То есть эта земная власть, она дана для порядка, для того, чтобы просто там мир не сошел с ума окончательно. Но наше царство не от мира всего. И поэтому любые воины, которые стараются оправдать под соусом, там, не знаю, защита Царства Небес, ради Христа, так далее, так далее, и так далее, это войны, это действия, которые потеряли контакт со Священным Писанием, и которые, я считаю, потеряли контакт с Богом. Да, идти в крестовые походы с каким-то криком, там, ради Христа, ради Царства Небес, там, не знаю, освещать танки, освещать пулеметы с каким-то вот пониманием, что ты делаешь Божие дело, убивая врагов, мне кажется, что это перебор полнеющий. Да, проверка, если ты находишься в Царстве Небес или Царстве Бога, это, это, Царство Небес или Царство Мира, так скажем, да, это, если ты можешь согласиться со Христом, когда ты говоришь, когда Он говорит, что Царство Мое не от мира всего, если бы не так, мои ученики бы воевали. В какое Царство ты относишься? Готов ли ты воевать, вот, ради Царства Мира, и называть это Царствие Божие, то ты запутался. То есть, вот здесь такое, ну, такое понимание. Второй момент – это частная самооборона, частная самооборона, да. Иисус говорит, что признак Его учеников, тех, кто ищет Христа, это что миротворцы, да, то есть блаженные миротворцы, мы должны искать мир, да, подставь другую шику, если тебя ударили по одной шике, подставь другого. Если тебе потребовали у тебя рубашку, то отдай и, то есть, если потребовали у тебя куртку, отдай рубашку так же, да, не противься злому человеку. То есть, вот эти заявления, которые пацифисты, ну, такое, так сказать, классическое пацифизм, да, вот, они есть в христианстве, и от них никуда не денешься. То есть, сердце и ядро христианства должно быть искать мир. Вот, Иисус говорит, что если вас гонят или притесняют в одном поселке, беги в другом, да, то есть, наша задача не искать там, я не знаю, окончательно справедливость здесь, мы должны довериться Богу. Петр говорит, оставь место для гнева Бога, не мсти для себя, то есть, не старайся отомстить за себя, но пусть Господь отомстит за тебя. И поэтому это есть, как бы, сердце, вина и ядро христианства, да, то есть, это понимание, что мы должны благословлять проклинающих нас, любить тех, которые злоупотребляют нами, благословлять тех, которые гонят нас. Вот это есть сердце Христа, и это должно быть. И это очень сложно. Это вызывает нас, ну, на самом деле, смерть, да, то есть, это крест. Очень сложно пойти в этом мире именно с таким отношением. Тобой будут злоупотреблять, тобой будут пользоваться, это прямо неизбежно. Поэтому это вторая часть, да, то есть, вот, именно наше отношение к самообороной, именно в плане, вот, что есть в Священном Писании, что Иисус об этом говорит. Третья часть – это любовь. Иисус говорит, что весь закон и пророков висит на двух законах. Первый из них – это возлюбить Бога, во-вторых, это возлюбить ближнего, как самого себя. То есть, и как я должен любить ближнего? Да, то есть, люблю я ближнего через того, что я иду к нему, встречаю его у порога с автоматом, или, там, не знаю, швыряю в него гранату, да, это не очень сильно большая такая любовь, с одной стороны, да. Но тут и на этом разговоре, вот в этих трех сегментах, должно вступить исторический разговор, да, потому что церковь, она не, как бы, и в Англии же она не родилась в вакууме, так скажем, да, и она не практиковалась в последние, в протяжении последних двух тысяч лет без применения реально в жизни. Поэтому, как вот эти три вещи, да, то есть, с одной стороны, государственная власть, с другой стороны, частное, вот это вот отношение, и третьей стороны, именно вопрос любви в историческом контексте. Когда христианство родилось, она родилась, как маленькая религиозная группа, религиозная секта внутри большой Римской империи. И второй, третий век, они были такими веками пакс-романа, да, то есть, это золотая эпоха Римской империи, когда, в принципе, никаких больших воинов не было, когда был мир, вот, восцарствовало несколько столетий, буквально, мир почти что по всей Римской империи. Преступность была на крайне низком уровне, Плини Младший пишет о том, что, там, девственница могла скакать на арабском скакуне, голая, с мешком золота, и никто бы к ней даже, там, пальцем бы не прикоснул, да, то есть, что было реально, вот, какой очень-очень-очень высокий уровень, именно светская, государственная, гражданская мир, да, то есть, отсутствие преступности изнутри и отсутствие преступности или, там, угрозы извне. Пиратство в Среднезимное море было почти что полностью истреблено, также разбойники на дороге уже не стояли, и, в принципе, христианство могло развиваться в таких тепличных условиях реально мирного и стабильного гражданского власти. И церковь ранее, они ставили очень большой упор как раз на второе, то есть, учение Иисуса, а наша частная, как сказать, ответственность прощать и любить. Ранная церковь говорила следующее, по большому счету, если человек служил в армии и хотел принять христианство, но служил в армии до принятия христианства, это также касался и вообще все госслужащие, да, служил государству или в армии до принятия христианства, то ты, приняв Христа, приняв церковь, приняв христианство, ты можешь оставаться на этом посту до того момента, как только тебе придется проливать кровь, как вот тебе придется вот участвовать в горячих боевых действиях, тебе нужно отказаться этого дела, то есть, просить своего командира перейти на какого-то пост, не носящего оружия, или терпеть казни за неучастие в бой. То есть, это очень, как бы сказать, много, как сказать, исторических документов, и все по этому поводу есть именно позиция ранная церковь. Если человек был в церкви и хотел стать военным, именно вот в ранней церкви, да, до 4 века, так скажем, да, вот, то его отлучали от собрания, да, то есть, также вот, если он хотел стать госслужащим, да, потому что ранняя церковь, в отличие от сегодняшней церковь, в отличие от сегодняшнего мира, понимала, что всякие содействия с государством, это содействие с кровопролитием, как бы не было, потому что, что такое государство, да, государство – это насилие. Насилие под контролем, но насилие тем не менее. И поэтому ранняя церковь хотела как бы отчуждать себя, насколько возможно, от кровопролития. Было такое очень жесткое и очень стабильное пасифизм в ранее христианство. Но опять же, это инкубаторские условия, гражданская право была, гражданская власть была очень стабильная, никаких на самом деле угроз со стороны варваров или со стороны внутренних разбойников особого не было. Конечно, приходилось там прощать каких-то врагов, каких-то там крайних случаев, когда бандиты ворвутся в твой дом. Может быть, они и были, но они были крайне редкие, может быть, такие же редкие, как в наше время, или еще реже. И потом церковь имела такое стабильное видение по этому поводу. Но все это изменилось в 5 веке. В 5 веке гражданское право Рим развалилось, обанкротилось государство, варвары перешли через границу, разбили неочередные армии римлянов и начали побивать города. Приходили и начали просто беспощадно вырезать целыми городами, сжигать, насиловать, изнасиловать. Ну просто ужаснующее, просто нам это не предстоит. Это был конец мира. То есть, если мы сравниваем население Римской империи в 3 веке и население Римской, ну территорию Римской империи в 6 веке, то есть мы видим, что численность людей за эти 300 лет упала почти что в 3 раза. То есть, по некоторым переписям даже до 4 раза. То есть, это было просто апокалипсис. Это было как ядерная война Древнего мира. И один христианский ученый человек, отец церкви, служитель богослов, в конце концов, Августин из Гиппа, смотрел, как беженцы переплывали Средиземное море из Рима и северной европейской части к нему в Гиппо, в Северной Африке. И рассказывали все ужасы, которые происходят с развалом светской власти в Европе. На тот момент христианство одержало победу, ну в каком-то мере, в римское общество. Не все, естественно, были христиане, но было очень большое количество людей, может быть 30-40%, которые считали себя христианами. И Августин начал задавать себе вопрос. Ну вот, смотрите, раньше на пост госслужащих и на пост военных были мирские люди. То есть, были люди, которые не назывались учениками Иисуса, они воевали ради Рима. Но сегодня, когда варвары придут в твой город, когда окружают твой город и будут там бомбить ворота, и будут там пробивать стены таранами, и когда они ворвутся в город, ты же, как христианин, в принципе, не отстаиваешь права Римской империи, по большому счету. Что ты отстаиваешь? Если ты встанешь на оборону, если ты возьмешь в руки, там, я не знаю, меч, копье и шит, и встанешь на стены, и постараешься отбить этих варваров, ты защищаешь честь и достоинство твоих сестер, твоих дочерей, твоей матери, может быть, да, твою собственную жизнь, но больше, чем это, жизнь всех твоих соседей и достоинство их. Потому что, если эти люди ворвутся в город, то все, там, девушки, там, все население женского пола, там, лет от 12, там, до 40, до 50, подвергаются насилию, изнасилованию, все совсем молодые под меч, совсем старые под меч, и все, которые между ними, потом разойдутся, как рабы, вот, непонятно в каких условиях, да. И поэтому вопрос, который Августин задает, это, что есть любовь в этих условиях, да, в частном каком-то условии мы понимаем, что есть любовь, да, и мы также понимаем, что мы не должны воевать ради государства просто потому, что это государство, да, пойти, там, не знаю, от такого вот Сирию, потому что вот американцы решили, что им нужно там вмешиваться, да, или пойти, там, не знаю, от такого вот еще кого-то, потому что Россия решила, что нужно там вмешиваться, вот. Мы понимаем, что мы, как христиане, наше первое подданство, это Царство Небес, это не Россия и не Америка, и поэтому брать оружие в защиту этих гербов или флагов, в принципе, это не наша задача, да. Также мы понимаем, что мое личное, частное право, это подставать другую штуку, если меня обидели, если меня обманули, если мне сделали больно, то я должен прощать, я должен любить, это то, что Христос бы хотел. Но я верю, что есть такие условия, есть такие случаи, когда дело не в твоем собственном эгоистическом достоинстве, и дело не в достоинстве, там, флага или родина или герба, а просто ты должен защитить своих соседей и помочь, чтобы им было не совсем ужасно и не совсем плохо. В случае, когда Верона, допустим, в севере Италии отстаивала свои в боевых действиях против варваров, ты там, я не знаю, гражданин Вероны, вот, пятый век, и на тебя нападают, и ты знаешь, какую участь таких городов, когда они падают перед варварами, так, что есть твое мужское право перед Богом, что есть любовь по отношению к варварам или по отношению к ближним, твоих сестер, твоих дочерей, твоей матери, юных парней или тех, которые окружают тебя, что есть любовь? Я не задаю этот вопрос лихомысленно, я не думаю, что на нем есть какой-то конкретно однозначный ответ. Есть два фильма, которые я бы хотел посоветовать вам посмотреть на эту тему. Первый из них, это фильм Милла Гибсона «По соображение совести», то есть про человека, который решается пойти на войну, но с тем условием, что он не будет носить оружие. Его размышления над этой темой и как он применил свою веру в действие, да, то есть это первый вот такой пример. Второй из них, это проповедник с пулеметами, проповедник с автоматом, про человека, который шел в Африку, хотел помочь местному населению, строил детские приюты, но потом приходили повстанцы, уничтожали эти детские приюты, забирали мальчики в дети-солдаты, забирали девочки, продавали их как секс-рабыни, вот, и он второй раз, третий раз там, помогал основывать эти приюты, которые так же и так же разгромились, разбомбились, и там на третий раз вроде, если память не подводит, он срывается, берет там пушку, отстаивает эти приюты, строит целая сеть таких приютов, которые способны сами себе оборонять против повстанцев, против тех, которые ходили по той земле и просто устраивали беззаконие и ужас. Что есть правильно здесь, да? Правильно просто смотреть, как эти дети уносят в военные какие-то группировки, из мальчиков делают там дети-солдаты, а из девочек делают секс-рабыни, вот, я не думаю, что это правильный ответ. Вот, я на самом деле не знаю, какой есть правильный ответ. И я думаю, что именно в этом есть сила христианства. Христианство не старается нас привязать к какому-то конкретному закону в этом деле. Мы знаем, какое есть сердце Бога, миротворцы. Прощение, любовь, любите врагов, подставляйте другую шику, не мстите. Отомщение мое, говорит Господь, я вас дам. Да, да, да. Но бывает ситуация, когда любовь, любовь требует от нас чего-то чрезмерного и чрезвычайного. Дай Бог ни вам, ни мне никогда не соприкасаться с такой ситуацией в нашей жизни. Но мы не должны легко к этому относиться. Мы не должны просто легко сказать, что именно так или по-другому. Мое личное мнение по этому поводу. Вот сейчас делаю итог, да. Мое личное мнение по этому поводу. Опять же, есть три вот этих сферы. Первая из них, это гражданская власть. Я верю, что власть от Бога, должна быть полиция, должна быть армия, должен быть закон, чтобы вознаграждать те, которые делают добро, наказать те, которые делают зло. Это гражданское право. Я не хочу иметь к нему какого-то отношения, как не хотели древние христиане, но я признаю легендинную ею власть. Второе. Я лично, как христианин, должен прощать, должен любить. Должен искать примирение, насколько это возможно. И я думаю, что это правильная позиция. Я думаю, что церковь должна именно этому учить, а не чему-то другому. Когда церковь окропляет там танки или благословляет там оружие, я считаю, что это прямо мерзость, честно сказать. Это прямо не соответствует с Евангелием. Но, любовь. Есть случаи. Есть крайние какие-то случаи в жизни, когда любовь требует чрезмерные какие-то действия. И, опять же, как я уже говорил, я надеюсь, что вам не попасться. Один из моих героев верой, литеранский проповедник по имени Дитрих Бонхофер, жил во время фашистской Германии. И он был приближенный через родственные связи к нацистской партии. И его вовлекли в заговор против Гитлера. То есть, он участвовал как раз в переговорах с западными альянсами, с западными союзниками по поводу того, что когда уберут Гитлер силою от его, как сказать, ребят, которые были замешаны с ним в этом заговоре, чтобы они как-то могли закончить войну побыстрее и на каких-то нормальных условиях для Германии. Заговор, в котором был замешан Бонхофер, Дитрих Бонхофер, был неудачным. То есть, взрыв не убило Гитлера, и все заговорщики рано или поздно забрали и потихоньку их всех по разным местам казнили. Один из них, это был, естественно, тот же Бонхофер. И он говорил в своих частных письмах, секретных письмах своим друзьям, что я понимаю, что действия в попытке убить тирана Гитлера были неоправдаемы со стороны Священной Писании или со стороны даже классического христианства или со стороны Церкви. Говорит, я не прошу, чтобы Церковь меня оправдала. Церковь никогда не может оправдать тираноцит. Она не может дать, я не знаю, печать одобрения против того, чтобы христиане брали в руки оружие и убивали тираны. Но задай себе вопрос, что был бы в любовь, если ты находишься в комнате с Гитлером, и ты можешь подставить ему бомбу и отправить его в вечность, и тем самым освободить и всех евреев, и спасти десятки миллионов русских от ужасной гибели, что бы ты сделал? И Бонхофер дает ответ, который он для себя вывел, и каждый из нас должен для себя вывести свой ответ. Но его ответ звучал в следующем. Больше любви не знает, не имеет человек, кроме того, чтобы положить другу, жизнь свою за друзей. Поэтому действия могут быть одни и те же, мотивация может быть разная. И вот если ты можешь разобраться в своих мотивациях, то, может быть, ты сможешь разобраться в этом вопросе. Но, как я уже повторил несколько раз, я повторю снова. Будем молиться я за вас и вы за меня, что никогда в жизни нам не придется столкнуться с такой ситуацией. Спасибо вам большое, что вы смотрели. Сегодня, наверное, я ввел больше смуту в этот вопрос, чем разъяснение. Но я надеюсь, что для кого-то было полезно. Пусть мир царствует в ваших сердцах. Будьте сыновьями мира и ищите мир, насколько это возможно. И вы будете детьми вашего Небесного Отца. Платье с Богом.